Сколько за это время у нас уйдет из жизни тех детей войны? У нас в Алтайском крае около 80 тысяч осталось. Каждый год 5-10 тысяч этих людей уходят, к сожалению, из жизни. А мы пытаемся оттягивать. Это обращение у нас готовилось на одну страничку. Оно готовилось с октября, наверное, прошлого года, да, примерно? Такую бурную реакцию на февральской сессии вызвало, казалось бы, простое обращение АКЗС к федеральным коллегам о необходимости установления единого понятия «дети войны». В регионах до сих пор разные критерии для того, чтобы попасть в эту группу. Антон Арцебашев предложил дополнить обращение прямо на сессии. Однако ему отказали, и это вызвало разногласия среди других депутатов. Коллеги, уважаемые, давайте отчуждение закончим. Я, да, в этом обращении, я ответственный за рекламу, я принимаю решение. Зато по другому обращению о лицензировании деятельности частных интернатов депутаты во мнении сошлись. Проблема обстоит остро в связи с тем, что некоторые недобросовестные предприниматели держат людей в ужасных условиях. Они знали, что придет прокурорская проверка, и у них не было никаких продуктов, кроме восьми упаковок почерневшего куриного фарша. У них не было одежды. Прокурор спрашивает, вы гулять, вы их выводите? Да, выводим. Где одежда? Где шкафчики? Где они хранят вещи? Под подушкой. Другое важное решение – изменение законопроекта о региональном материнском капитале. Значит, что мы можем? Могут потратить наши получатели нашего регионального материала на реконструкцию домов блокированной постройки. Раньше этого мы не могли иметь. Также могут потратить, не могут потратить, а остаток капитала, который есть, материнского капитала, он будет индексироваться. Материнский капитал могут получить только те дети, которые рождены уже на территории Алтайского края. Ряд изменений коснулся сферы образования. Во-первых, теперь участники, герои СВО, а также члены их семей имеют привилегированное право на поступление в колледжи и техникумы. Эта мера действует и в отношении детей-медиков, которые скончались от коронавируса. А договор с Росгвардией и вовсе ныне относится к индивидуальным достижениям при поступлении в учебное заведение. Также закон коснулся педагогов. Их документ защищает от оскорблений и любых форм насилия. Мы показываем, что мы готовы защищать данные права педагогических работников и готовы в случае необходимости приходить на помощь, в том числе оказывая бесплатную юридическую помощь. Я думаю, что после того, как мы это право расширим и конкретизируем, таких возможностей у педработников появится больше. Ну а соответственно, возможно, что и эта норма, она заработает более активно. Последний важный блок вопросов коснулся природы. Теперь охотники перед получением билета должны будут сдать определенный тест. Помимо ограничений и сроков отстрела животных, нужно знать и некоторые особенности. Первое – это, безусловно, техника безопасности. Это знание оружия, значит, других орудий. Следующее – безусловно, знание биологических основ животных, птиц. То есть у нас есть охотники, которые селезнь от утки не отличают. Кроме того, депутаты написали обращение в Минприроды с инициативой включить ветровальные деревья в число недревесных лесных ресурсов. Это позволит жителям использовать их бесплатно. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.